Всем привет! Друзья, первое, что придет вам в голову, не задумываясь, Carrera. О чем вы сначала подумали? Немецкий автомобиль? Тогда я вас поздравляю, вы не так безнадежны, как я и другие любители часов. Но я очень надеюсь, что к концу этого видео вы все-таки будете думать в первую очередь о культовой коллекции Такхуэр. Потому что новые Carrera — это огонь. Перед тем, как подробно рассказать о новых Carrera, небольшое погружение в историю и философию марки, краткой без лишней воды — только важные факты. Итак, в 2020 году компания отметила свое 160-летие. В честь такой круглой даты были выпущены, само собой, и лимитированные модели, и обновление базовых коллекций. Даже смарт-часы сделали новые, по ним у нас был обзор еще весной, в описании найдете ссылку. Но самое-самое главное юбилейное обновление — это, конечно же, две новые линейки в семействе Carrera. Обозначим их как спортивная и элегантная. Почему это важное обновление? Да потому что Carrera уже почти 60 лет является центральной и знаковой коллекцией для всей марки. Как так получилось? С чего все началось? Рассказываю. Эдуард Хойер основал марку в далеком 1860 году. Примерно через 100 лет, в середине прошлого века, у руля компании стал правнук Эдуарда Хойера — Джек Хойер. Кстати, вот он. Компания производила в то время множество хронографов для самых разных нужд. Да, это были те самые времена, когда не то что часы, а даже хронографы использовались по своему самому прямому назначению в разных сферах. Будь то измерение пульса человека или инструмент для навигации в путешествиях или автогонках. И вот как раз именно автогонкам коллекция Carrera и обязана своим появлением и даже названием. Будучи сам заядлым гонщиком и фанатом автоспорта, Джек Хойер был под большим впечатлением от гонки под названием Carrera Panamericano в Мексике. Кстати, Carrera по-испански означает гонка. Итак, в 1963 году увидел свет первый хронограф Хойер Carrera. Первый из коллекций, ставший визитной карточкой одного из лидеров часового рынка. Коллекция имела большой успех, на протяжении долгого времени было создано много разных вариантов, менялся дизайн, менялись механизмы. Последнее время в коллекции было много достаточно разных моделей хронографа в винтажном стиле, классические трехстрелочники, технологичные скелетоны, даже турбионы. Эти изменения и обновления в коллекции очень хорошо отражают изменения в менеджменте компании и ее стратегии. И скажу честно, вот эти недавние обновления как-то не трогали струны моей часовой души. Я всегда был фанат других коллекций. Это Хойера, Монако, Сильверстоун, то есть такой квадратный винтаж. А вот это юбилейное обновление Карреры в 2020 году мне очень понравилось и стало интересно разобраться, что же такое произошло. С этим вопросом я позвонил креативному директору Такой РГБУ и вот так прямо ему сказал, что, слушайте, вот предыдущие все коллекции Каррера меня вообще как-то не возбуждали и не трогали, а в этом году и лимитки, и базовые модели Каррера просто огонь. Что вы сделали, вот что произошло? Что мне ответил Гибов? Они взяли тот самый хронограф 1963 года и на его основе уже постарались сделать современные часы. И это, кстати, много объясняет, потому что, ну, не хочется об этом говорить, но было такое ощущение, что в Каррерах от последних лет дизайнеры немного оглядывались на удачные, скажем так, вот ходные примеры в часах других марок. Ну, например, братских брендов по группе компании LVMH. И вот это изменение оплика центральной коллекции бренда, конечно же, не случайно и, как я уже говорил, опять-таки отражает изменения в руководстве компании и стратегии бренда. Есть у меня ряд наблюдений и предположений по всем этим вопросам, но я думаю, что расскажу в этом в отдельном видео, тем более скоро у Такхуэра будет очень большая, громкая премьера. Вот, может быть, вот как раз вот все и объединим. Но сейчас вернемся к Арере 2020 года и Гибову, креативному директору бренда. Над этими моделями очень долго работали, над каждым элементом все прорабатывали, чтобы ушки были скошенные такие вот с гранями, чтобы это была такая единая линия по ним проходила, оригинальный дизайн кнопок, заводной головки. Циферблат, конечно же, тут тоже целая история. Вот эти вот горизонтальные накопители хронографа, это опять-таки дань исторической модели. В результате получился очень крутой спортивный хронограф. Сохранили дизайн-коды и, скажем так, ДНК той первой модели 1963 года, но добавив при этом определенных элементов, ну, например, циферблат с объемными накопителями, керамический безель, вот эти вот цвета зеленый-синий. То есть получился такой породистый хронограф с историей, при этом абсолютно актуальный, стильный, модный, классный. У меня была возможность некоторое время потестировать синюю модель, очень понравилось, на руке отлично сидят, очень удобные часы, при этом читаемость просто прекрасная, ну и, конечно же, самое главное, харизма. Да, все обращают на них внимание, все спрашивают, что это такие у меня за новые часы были. Единственное, о чем я забыл спросить у Гибова, почему у хрона с зеленым циферблатом стальной безель, а не керамический, как у остальных трех? Думаю, подобрать цвет, на самом деле, не такая простая задача. Вот, кстати, например, от многих людей слышал про такую проблему, что покупают себе халка, ну, вот, видимо, под воздействием всей этой вот недоступности и вот этого всего ажиотажа, но носить его не могут, потому что, ну, слишком он яркий. И вот этот вот зеленый с остальным безельом, кстати, смотрится очень даже стильно, может быть, так и надо. Самый главный диаметр этих Каррер 44 миллиметра, но люди с небольшими запясями, все нормально, отличные часы, хороший размер. Вторая линейка более элегантная, красивые, стильные часы, но у меня первая реакция на них была, что они, знаете, такие слишком классические, слишком спокойные. Получается такая пара Каррера интроверта и Каррера экстраверта. На самом деле, это все очень субъективно, и для многих Каррера спорт покажется, знаете, таким слишком яркими спортивными часами, а вот эта линейка самое то. В рамках классического мужского стиля, думаю, они просто шикарно будут смотреться. Корпус у них чуть меньше, 42 миллиметра, и еще важно про них сказать, конечно же, без безеля и с более спокойным цифербатом они более трушны. Если вы владеете английским, то можете почитать статьи коллекционеров в сети про то, что насколько они в восторге, как им нравится именно вот эта вот вариация, хотя обычно коллекционеры, я думаю, все знают, это такие слобы, которые, ну, вообще ничего нового и не принимают. Так, обе линейки продаются на обновленном трехрядном браслете, а вот на классических ремнях элегантной версии Каррера смотрится, ну, просто шик. Так, еще я мучил Гибова, почему нет усложнений. Да, есть уже давно турбион на базе этого как раз механизма Хоэр 02, но почему бы не добавить вечный календарь, ну, или хотя бы годовой, а там и до репетир уже не так далеко, ну, или хотя бы до механического будильника. Гибов ничего не ответил, только загадочно улыбался. Моя версия готовит что-то точно крутое к 2023 году. Это будет 60-летие коллекции, и швейцарцы очень любят эти вот круглые даты, вот и под них что-то такое новое запускать. Так, еще ничего не сказал про механизм, хотя, наверное, это самое главное. Особая гордость для Тахоэр то, что все новые Каррера создаются уже на базе их мануфактурного калибра Хоэр 02. Напоминание об этом даже есть на циферблате. И гордиться тут действительно есть чем. Ну, во-первых, он мануфактурный, то есть создается на базе своих производственных мощностей. Второй интегрированный, то есть он разработан сразу как хронограф, а не в виде какого-то дополнительного модуля к базовым механизмам. Третье, это такой очень точный 4-х герцовый хронограф. Отличная точность. И четвертый, запас хода 80 часов. Есть ли еще на рынке калибр, который может похвастаться такими характеристиками? Ну, я вот лично не нашел, чтобы был хронограф 4 герца и 8 часов запас хода. А, ну и к слову о сравнениях. Видел на ютюбе, знаете, некоторые пытаются собрать просмотры, сравнивая Карреру с Дайтоной. Скажу, как есть люди, которые пытаются преподнести их как похожие часы, но просто не в материале, знаете, такие, ну, просто хайпажоры. Даже сравнивая со спортивной версией, очень сильно отличаются часы. Посмотрите на дизайн корпуса, уши, кнопки, накопители хронографа, как и на циферблате оформлены. Вполне уместно, знаете, собрать один обзор исторических таких автогоночных хронографов. И добавить туда Карреру, Дайтону, Спидбастер и, может быть, еще там Брайтлинг с Зенитом, например. Потому что все эти часы объединяет как раз вот такая ретро-гоночная стилистика. Автоспорт середины прошлого столетия. Но у каждого хронографа своя история, свое наследие, свой дизайн и своя харизма. Помимо механизмов и дизайна, у этих часов еще, конечно же, разные ценовые категории. И таги в таком обзоре будут самые доступные, за что им честь и хвала. Если конкретнее, то цены на элегантную версию начинаются от 350 тысяч рублей и на спорт от 380 тысяч рублей. Надеемся, что не будет сильных перетурбаций с курса, и в 2021 году цены останутся, ну, хотя бы примерно такими же. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписка. Ну, в общем, все вы знаете. Всем мир, часы, автоспорт и хронографы.